Сейчас расскажу вам о моей самой большой ошибке при выборе машинок. Раньше я думала, что можно работать любой машинкой, даже дешевой. И когда у нас была сеть студий, а это, извините меня, 70 мастеров одновременно в 11 студиях и в 9 городах, и школы, и студенты, мы работали недорогими, супер недорогими, я бы сказала, даже дешевыми китайскими машинками. И качество процедур очень долгое время страдало. Она может поломаться вообще во время процедуры. Я, например, один раз приехала в Уфу, в наш филиал, и просто была поражена. Но это еще, наверное, тупость мастера была. Это было очень смешно. Она сидит, работает, я захожу в кабинет, она сидит, работает. Вот эта машинка китайская, у нее отвалился вот этот вот блок, где мотор. И он падает. Вроде работает, но он прям берет и в процедуре вот так вот отпадает и повисает на проводах. И она так делает, его вскидывает и дальше делает процедуру. Я просто пришла в ужас. И с этого момента мы решили, что нужно искать другое оборудование, более хорошее, более дорогое, более качественное. Вообще приличное, в принципе. И на самом деле уже много лет я нахожусь в поиске. Я постоянно что-то пробую. Мне постоянно присылают производители свои машинки на пробу. О многих я даже не говорю. Моими фаворитами являются вот эти машинки. Уже много лет я работаю машинками от компании Майкробью. Это Билар. Был такой серебристый у меня. Я им вообще очень долго работала. И теперь у меня вот эти Билар Эйр. Что мне в них нравится? Совершенно невероятно эргономично, удобная для руки и веса, и формы машинка. Ну просто я вот ей работаю, я наслаждаюсь. Её веса хватает, чтобы я не давила. Она не напрягает мои пальцы. Мне нравится в ней всё. Она беспроводная. И она не гигантская. Потому что я работала очень большими беспроводными машинками. Вот с таким блоком. Ну они татуировочные обычно. Но я сейчас активно пробую новую технику. Я работаю магнумами. И эта машинка, честно, она не тянет. Она не прокалывает достаточно хорошо кожу. И поэтому я нахожусь в новом поиске. У меня есть телеграм-канал. Среди 12 тысяч мастеров мы провели опрос. Какая машинка является самой популярной? Как ни странно, это реально самая дешёвая на рынке машинка. Я решила её попробовать, потому что, правда, я никогда в руках не держала эту машинку. Потому что, наверное, лет 7 последние я работаю беларами. Сегодня я сделаю распаковку. Она мне только что пришла. Вот я только что её открыла. И ещё один фаворит у нас в чате телеграм. Это машинка всем известной компании Cheyenne. Которая занимается татуировочным оборудованием. Мне кажется, надо мне здесь заткнуться и открыть. Потому что это долгое дело. Вот эта машинка, по мнению чата GPT, считается самой подходящей мастерам перманентного макияжа. Она сможет вообще всё. Она стоит, вот у меня вот общий чек, 870 долларов. Это не спонсорская вообще помощь мне. Когда-то мне Cheyenne присылал какие-то свои машинки для перманентного макияжа. Они мне не понравились вообще. Я их раздарила. Эту машинку я просто купила, потому что удивилась, что чат GPT мне сказал... Чего я могу на меня бить? Я ненавижу коробки. Что ты стоишь и смотришь? Я же не смогу вернуть её, если она мне не понравится. Я уже... Ну ладно, не буду возвращать. Должна быть вроде как френася инструкция. Как будто её кто-то будет читать. Все пользуются Ютубом и чатом GPT. Прикольно. Я люблю всякие кейсики. У этого... У Майкробью тоже классный кейсик. У меня их несколько. Я их не могу выкинуть. Они такие клёвые, потому что... Когда-то у меня была точно такая машинка, но это была китайская параша какая-то. Прям вот точно. Кстати, она лёгкая. Это была действительно херня. Она плохо работала и она была тяжёлая. Что это такое? Батарейки? Вот как это работает. Они хотят, чтобы я сама вставила куда-то батарейки. А это зарядка. А, прикольная тема. То есть, это аккумулятор, который я даже могу заменить, да? Скажи муж, да? Кивает, говорит, могу. То есть, если что-то пойдёт не так. А вот в таких машинках получается, что все мозги и аккумулятор собраны вот здесь. И, ну, невозможно что-то заменить. Ненавижу я это. Я хочу, чтобы она просто сама работала. Я не хочу разбираться, как это работает. Да, там внутри такая бумажечка наклеена. Я бы её не заметила, если бы не Дима. И получается, что вот этой пимпочкой вниз. Я просто, я вообще никогда не хочу разбираться, что там. Я хочу, чтобы она просто работала. Эта сраная машинка. Ещё мне не хватало думать, как она там работает. О, включилась. Гляньте, как интересно она. Я не знаю, это специально сделано или нет, но она не покатится. То есть, если её не катнуть сильно, она не покатится и не упадёт со стола. У неё, видимо, там как-то центр тяжести. Я не знаю, может я, конечно, додумываю. Так, мне никогда не нравились картриджи Cheyenne. Я пробовала работать давно их единичками. И мне они вообще не зашли. И вот если вставлять другие картриджи, то она звучит по-другому. И вот я не могу это передать, но как будто вибрация больше с этим картриджем. А если я вставлю Magnum? Ну, норм. Короче, вибрация есть, безусловно, но она не такая, которая мне будет... Знаете, вот у меня такое бывало, когда ты включаешь машинку, она вот так вся у тебя ходит. И у неё... Всё-таки мне пришлось читать инструкцию, достать бумажки, которые я уже выкинула. Не выкидывайте, что я могу сказать. Здесь есть такая интересная, смотрите, памятка для левшей и правшей. И она показывает, как регулируется скорость у этого аппарата. Включается он... Смотрите, как тихо работает, кстати, сейчас. Включается просто нажатием кнопки. Но если я хочу регулировать скорость, то я нажимаю, удерживаю. И положение машинки... ...разгоняет её, либо замедляет её. И вот я вот в этом состоянии могу выбрать. То есть сейчас она еле шепчет. И я могу делать вот этот рассеянный пиксель, как многие любят, когда точки на большом расстоянии. Когда у тебя меньше вариантов напятнить. И вот это вот всё. А если я хочу... Можно пользоваться памяткой. Но я думаю, тут на ощупь всё потом в итоге будет мастером предполагаться. То есть тут вот указан вольтаж прям. Я не думаю, что я когда-либо буду работать на вот таком вольтаже. Потому что это будет просто разрезание кожи. Но тема прикольная. Я никогда такого не встречала. Чтобы без циферок всяких, чтобы не смотреть, а просто на ощущение опираться. Короче, мы сейчас говорим о количестве ударов в секунду. Я не знаю, какое именно количество здесь. Тут указаны герцы. 125, 140. Он мне, электрик, подсказывает, инженер, что герцы это и есть количество ударов в секунду. 140 ударов в секунду. И получается 25 ударов в секунду. То есть вот это 140 ударов в секунду. Вот это 25. Надо будет подобрать для себя. Я думаю, это, кстати, можно сделать на латексе. Для растушевки у каждого своё движение руки. Вы подбираете для себя количество точек. Можно сразу поковыряться. А, ну смотрите, раз уж я говорю про кнопки, то если нажать и удерживать, вот здесь появляется горящая кнопка. Это значит вот этот режим, в котором я выбираю какую-то скорость. Я забыла его название. Если нажать и ещё раз секундочку подержать, то начинает вот эта лампочка верхняя мигать. Это значит, что здесь включился, по-моему, responsive mode. Называется этот режим. Якобы режим, в котором машинка сама выбирает, с какой кожей она работает. Сопротивление, какое оказывает ей кожа. И вот чтобы там не травмировать её слишком сильно, она сама выбирает, как работать. Я не думаю, что я буду пользоваться режимом, в котором за меня машинка решает, с какой силой ударять. Мне нужна эта машинка, потому что я хочу работать пучками. Я хочу сейчас большое количество времени уделить тому, что я буду работать пучками. И именно поэтому я ищу мощную машинку. Будет ли мне удобно? Ну, скорее всего, нет. Надо будет привыкать, потому что она такая прям толстая для моей руки. Я думаю, для мужской руки татуировщика, мужика здоровой рукой, это не проблема. Но с другой стороны, я работала толстыми машинками когда-то тоже. И шайенами работала, у которых вот Г-образные. И было всё нормально. Я думаю, что после короткоходов мне долгое время нужно будет привыкать к длинному вылету иглы. Я думаю, знаете, в чём ещё прикол? Мне, естественно, надо будет на коже это опробовать. То есть, вот сейчас она еле шепчет. Вообще, корпус не вибрирует. Но пятна, полоски, вот эту всю ерунду, которая очень раздражает мастеров, новичков, которые работают на высокой скорости. Можете, кстати, это иметь в виду. Но обычно, если скорость снизить настолько... То есть, посмотрите, я просто хаотично туда-сюда двигаюсь и получается прекрасная такая растушёвка, в которой нету вот этих вот повторяющихся линий. Короче, когда вы ускоряетесь очень сильно, точки ложатся так быстро и так стабильно. Особенно, если рука стабильна, то они начинают выстраиваться в горизонтальные полоски, которые нужно нивелировать работой наискосок. Я уверена, что она всё равно будет прокалывать. Потому что я говорила вначале про то, что мы работали долгое время китайскими машинками. Если ты понижаешь скорость на ней, то просто игла как сопля и перестаёт просто прокалывать кожу. Это невозможно. А если ты работаешь на низкой скорости на татуировочном оборудовании, то кожу всё равно прокалывает и пигмент там внутри остаётся. То есть, я сейчас могу мужу дать, который вообще не умеет красить, и вот на такой скорости он не напятнит. Потому что, когда такие рассеянные точки, очень сложно создать стыки. Так, я хочу сравнить Белар с той же самой иглой. Если я его занижу очень сильно. Но опять, я, конечно, на таком вылете никогда не работала. Не на таком вылете, а на такой скорости на Беларе. Потому что на волосках это бессмысленно. Я делаю только волоски. Но он тоже работает. О боже, какое наслаждение держать его. Так интересно, вот я прикасаюсь так же, но точка разного размера, разного. То есть, я не знаю, как это работает. Но Белар, конечно, нежнее. Вот они прям чик-чик разные. Чтобы такой же добиться. Сейчас еще снижу. А, все, 4 это минимальный. Белар тоже работает на низкой скорости. Но надо смотреть, проколит ли он кожу. Потому что на латексе-то оно все выглядит, как будто все прокрашено. Но все равно, даже вот я сейчас поднадавила, точки не такие крупные. Это, кстати, может быть от того, что Белар легенький. И чтобы вот такую же точку увидеть размером, я имею в виду, мне нужно прям на него поднадавить. А эта машина, ну вот сейчас уже, да, вот они похожи стали. Вот, да, где-то сейчас по размеру похожи. Получается, я сейчас оказывала давление прямо. А эта машинка под своим весом сама это делает. Я вообще не давила. Я не знаю, это плюс или минус. Мне надо будет это откатать на коже. Ну, Боже, какое наслаждение для руки, если честно, просто после вот этого. Давайте откроем лидера. Так, сколько это стоило? Вот эта вся коробка стоила 89 долларов. Короче, здесь у нас в этой коробке машинка. Они положили сюда иглы какие-то. Единичка, видимо, сейчас посмотрим. Смотрите, чтобы было видно. Положили педаль. Ну, коробочка проигрывает. Что я могу сказать? В такой коробочке ты уже не повезешь. То есть вот эта коробка, смотрите, это важный кейс для путешествующих, особенно мастеров, в которой машинка сохранится, не поломается, никуда не денется. А Майкробью и Шайен заморочились, маст не парится. Ну, как бы зато и цена там по тысячу, а здесь... Ой, ну он для девочек, конечно, сделан. Чего уж там по цвету. Ну, и он проводной. Эти две машинки умные и беспроводные. Там еще запасные колечки. 80 долларов, конечно. Если он еще и работает, ломается, зараза. Ну, это... Я подозреваю, это Китай какой-то же, правильно? Ну, естественно, Китай. Вряд ли это маст делается в Германии. Все такое... Такое, как бы, даже не сочетается по цвету. Конечно, всем пофиг. Что тут из плюсов? Ну, то, что он не торчит вот так вертикально, вот такие штекеры реже ломаются. По себе помню, потому что... Кстати, у Белара, моего старого, он вот так вот торчал вертикально. И вот в этой части все время проводочек ломался. Ну, такая, как бы, вульгарщина какая-то прям. Вот я смотрю. Это тебе не это. Сравните. Это такой стильный окрас и вообще качество, не знаю, тонодированный алюминий или что. Он такой не скользит, в руке лежит хорошо. А этот такой сопливый, попсовый прям. Жопка, короче. Вот здесь жопка. Ой, здесь горит лампочка. Видно, нет? Здесь горит лампочка, но этот уродливый шнур все портит. Ну, в принципе, пофиг. У нас всегда все замотано в барьерную защиту и этого не видно. Так, регулировка вылета вот здесь вот на жопке. Уменьшим вольтаж. В какой момент она? Ну, нормально. Даже ниже. Замедляется прям очень сильно. И включается. Есть, кстати, машинки, которые замедляешь, а они не включаются уже в этот момент. Как-то она жестче по ощущению. И если сравнивать с Беларом, корпус вибрирует. То есть вот это место, где я держу ее, оно прям дает вибрацию. Будет ли мне это мешать, например, волосок или с ним? Ну, не особо мешает. Не особо. Ну, как-то вот получается даже толще, чем хотелось бы. Ну, рассеянную точку тоже ставят. В руке держать удобно. Я думаю, если единственная его проблема этого аппарата, что он часто ломается, то просто надо несколько купить. Он же дешевый. Многие мастера говорят о том, что вот эта вот скорость и хлесткость, когда игла вошла и вышла и не надорвала при выходе кожу. То есть, получается, дырочка должна быть круглая в идеале. Конечно, это, наверное, может еще и от руки зависит. Но можно сказать, что здесь рваные? Да нет. Зашла, вышла игла, да? А здесь тоже кругленькие. В середине это белар. Вообще, здесь самые четкие, скажи. А вот здесь, вот здесь есть как бы такие чирки. Вот дырочка, из нее чирк. Ну, тоже не ужасно. Потому что я когда-то смотрела на этом. Ну, не могу сказать, что я прям в восторге. Единственное, что я ожидаю от этой машинки, что она будет прокалывать кожу пучки. Именно пучками. То есть, я хочу пучки использовать. Разной конфигурации. В руке держать мне ее неудобно. Махать ей долго. Фиг его знает. Ну, просто ощущение более мягкое при косновении к коже. Ну, я думаю, можно привыкнуть. Мой фаворит это все еще белар. Просто не сравнить. А вот это вот, я не знаю. Она прям такая какая-то стрёмная вся. Эта машинка. Но вполне себе достойно на латексе показала. Игла не вибрирует. Стоит замершая. То есть, волоски рисовать вполне можно. Знаете, чем, вот я всегда говорю, чем мне нравится белар? Скорее всего, вот на этой машинке я буду заглубляться сильнее. Потому что и вылет больше, и удар сильнее. А белар, он мне позволяет меньше заглубляться. Вот в этом его огромный плюс. У меня есть идея. Я хочу работать магнумами. И вообще толстыми пучками. Чтобы процедура была более быстрая, менее травматичная. И больше краски оставалось в коже. Именно для этого я ищу мощную теперь машинку. Потому что очень долго я работала вот этими машинками. Магнумом. Она вроде рисует. Рисунок хороший. Но остаток нулевой. Вот прям вот просто чистая кожа приходит. При том, что очень яркий сразу после. Прям и ложится хорошо. И я думала, что что-то со мной не так. Списалась с производителями. Они говорят, ну эта машинка сделана для очень маленьких игл. Для единичек. То есть тоненькая машинка, тоненькая иголка. Вот. Поэтому сейчас я в поиске, так сказать, машинки, которая сможет все. Потому что мне присылали машинки. Называется она Flux. Она тоже беспроводная. Она примерно такая же по размеру. Но мне в работе она не зашла. И я ее уронила. И она вообще сразу поломалась. Перестала работать. Ну, я думаю. Я думаю, интересно, если эту я уроню. Она перестанет работать. Что там с гарантией вообще? Вот это вот все. Я не знаю. Я уверена, что это очень быстро перестанет работать. Что? На единичках я буду этими работать машинками. Потому что вылет у них увеличился. И раньше мне было тяжело на вот этом вылете 1 миллиметр. Который на серебристой машинке проводной. А вот на этих машинках мне надо очень откатать много на людях. Чтобы я дала обратную связь. Но чисто первое ощущение. Неудобно, тяжело. Но прикольно вот эта вот смена скорости. Отсутствие всяких вот этих вот циферблатов, на которые смотреть. Надо не нажал ли ты там что-то другое. Ее можно разбирать и стерилизовать. Как и все татуировочные машинки. Я вот из тех мастеров реально, которые хотят взять машинку. Нажать кнопку, чтобы она начала работать. И я больше вообще ничего с ней не делала. И не ковырялась в ее умных мозгах. У меня есть телеграм-канал. В котором 12 тысяч мастеров участвовали в вопросе. Какая машинка сейчас является лучшей на рынке для перманентного макияжа. Вот перед вами 3 машинки. Которые на верхушке рейтинга. Очень дешевая. Очень дорогая. Тоже нормально так дорогая. Вот эти две беспроводные. Это проводная. И что это за машинки? Как я их распаковывала, вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале. Там еще очень много информации. И она совсем, можно сказать, не связана с инстаграмом. Это две площадки совершенно разные. Все самое новое. Я общаюсь на коротке в телеграм-канале. Мне можно задать вопрос напрямую. В любое время я там отвечу. И в общем и целом инстаграм у нас замедляется. Почти не работает. Поэтому welcome. Вступить в телеграм-канал вам нужно еще и потому, что 25 числа я выдам стипендию одному самому лучшему будущему студенту на моем курсе, который называется «Как свои». И мы с вами вместе коллегиально, коллективно выберем этого лучшего человека, который сможет учиться совершенно бесплатно и, можно сказать, получать стипендию, потому что с ним будут работать кураторы. И, возможно, он станет нашим амбассадором, куратором на последующих курсах. И вот такая, не знаю, счастливая возможность есть только если вы будете в нашем телеграм-канале. Вы на равных, вот в обсуждении, в спорах, там в баттлах, как проходит отбор для человека, который вот получит такую возможность. Кстати, курс стоит сейчас полторы тысячи долларов после 25 числа, после вот этого розыгрыша. Он будет стоить две тысячи долларов. Я даю вам портрет свой без бровей. В прошлом году тоже рисовали на мне, но так как у меня лицо изменилось после пластики, теперь у меня брови на новом месте. Вообще, в принципе, это прикольно, интересно, сколько было разных совершенно выражений лица у меня с разными бровями. Я была и злая, и тупая, и какая-то агрессивная, и какая-то миленькая, беззащитненькая. Короче, просто удивительно, что только не могут сделать брови с человеком. Поэтому будете рисовать на моем портрете, свою лучшую работу предоставите вообще всем, кто в телеграм-канале участвует. Мы выберем, наверное, человек 10 коллективно вместе с вами. И эти 10 работ я разберу уже на вебинаре, который пройдет 25 числа, и скажу, кто именно победит. Поэтому все могут участвовать, вообще новички или вообще старички, не могут участвовать только те, кто и так уже учился на этом курсе, потому что это будет просто нечестно. Это уже прям очень сильные мастера. И в моем телеграм-канале уже 12 тысяч человек. Чтобы в него попасть, пишите слово «телеграм», и я отправлю вам инструкцию и ссылку в личку. И только там все самое интересное. И это самый большой телеграм-канал в пространстве перманентного макияжа. И туда нагнать ботов невозможно. Люди вступают сами, остаются, смотрят. И он действительно интересный. Welcome. 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 Welcome.